Часто ломался и шумел. Лифт жильцам девятиэтажки на проспекте Победы-144 доставил немало хлопот. О замене оборудования мечтали давно. По словам сотрудников обслуживающей организации, подъемный механизм прослужил почти полвека. Требовали капитального ремонта. Оборудование было изношено на все 100%. То есть их и трясло при движении, и кое-где была уже сквозная ржавчина в металле. Лифты у нас были в ужасном состоянии. Было уже предупреждение не один раз от инспектирующей станции, чтобы нам заменить лифты. Сейчас заменили лифты. У нас очень хорошо работал подрядчик. Своевременно реагировал на наши замечания. К работам московские подрядчики приступили 3 июня. Для удобства жителей расширили проемы. Это удобно и для мам с колясками и инвалидов. Внутри кабины установлено речевое информирование, а во время движения играет приятная музыка. Но со временем от этих опций жильцы отказываются, говорят подрядчики. Установка нового оборудования – лишь малая часть капитального ремонта. Самые важные работы проделаны там, куда жильцам доступ закрыт. Это машинное отделение. Здесь буквально за месяц рабочие восстановили текущую кровлю, покрасили стены, заменили силовые кабели, установили противопожарные двери и люки. И это еще не все. В планках ремонта были проведены работы по замене лифтового оборудования. То есть полностью установлено новое оборудование. То есть современные лебедки, у них низкое энергопотребление. Также лебедки с частотным регулированием, соответственно, что влияет на плавность ввода и, в первую очередь, на энергопотребление. Старые лифты были релейные. То есть сейчас установлены как репроцессы жена-станцевого управления. Оборудование абсолютно новое, качественное, малошумное. Аналогичные работы провели во всех трех подъездах многоквартирного дома. На это фонд выделил 6,5 миллионов рублей. Справиться с поставленной задачей московским подрядчикам удалось раньше срока, говорят в департаменте ЖКХ. Однако воспользоваться новым лифтом жильцы пока не могут. Своё заключение должны дать еще сотрудники Ростехнадзора. Напомним, всего в этом году по программе капремонтов череповцы планируют отремонтировать 35 домов. На это направили более 200 миллионов рублей. Работы уже начались на 33 домах. На двух домах пока согласовываются графики производства работы. В ближайшее время подрядчики также приступят к работам. Аукционы все состоялись, подрядчики определены. Поэтому это уже буквально дело таких технических моментов. Завершить все работы нужно до конца года, говорят в мэрии. В противном случае подрядчикам придется заплатить штраф. Кроме этого, фирмы, которые не уложатся в срок и сорвут программу капремонтов, рискуют оказаться в списке недобросовестных компаний. Татьяна Жданова, Егор Плюснин. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова